Больше 30 градусов в тени, а на солнце все 40. Тренировка футбольной Волги, которая готовится к новому сезону, часто прерывается на водопой. В таком петле волжане тренируются уже больше недели. Ну, очень тяжело. Ну, а так что, надо готовиться к сезону, сезон уже совсем скоро, поэтому тренируюсь. Как водится, в последние годы в межсезонье у Волги большие кадровые перестановки. Одно из самых главных уже осуществилось. Вместо Виктора Федулова, помощником главного тренера Сергея Седышева, стал экс-игрок Волги Ренат Аитов. Кроме того, тренерский штаб расстался с 10 игроками, поэтому на трансферном рынке Волга – одна из активных игроков. Активность проявляется, просто пока ее не видно. Игроков много, поэтому как-то прям говорить, что мы сейчас кого-то приобрели, такого нет. То есть присматриваемся, ждем. Из прошлогоднего состава в команде осталось 12 человек. Среди них – полузащитник Евгений Воронин. В минувшем сезоне при прежнем наставнике у него было мало игрового времени. Новый старший тренер команды видит в футболисте большой потенциал. И на тренировках пробуют его на разных игровых позициях. Мне комфортно и под нападающим чистым играть. Не опорником, а ближе к атаке. И с правого фланга. Мне легче, потому что я левша. Мне когда с левого фланга играю, ухожу в центр, у меня паника начинается, когда мяч под правой ногой. Поэтому мне комфортно справа, под нападающим, в любой позиции. Главное играть. Старт нового чемпионата России намечен на 18 июля. До этого времени Волга будет не только тренироваться, но и проводить контрольные игры. Первый из них пройдет уже в ближайшую субботу. 30 июня на стадионе Труд волжане сыграют с дублем самарских крылышек. Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новость Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова